На автосалоне в китайском Гуанчоу марка Митсубиши показала кроссовер Airtrack. И если прежде Airtrack называлась разновидность модели Outlander для нескольких стран, включая Японию, то новый SUV это самостоятельная модель, при том электрическая. Новинка разработана силами совместного китайско-японского предприятия GAK Mitsubishi, а по формату напоминает свежий Outlander. Как, впрочем, и по дизайну, в оформлении передка использован фирменный прием под названием Dynamic Shield. Интерьер также пропитан духом современных Митсубиши. Главные доминанты салона — пара больших раздельных дисплеев, полуспортивный трехспицевый руль и двухуровневый центральный тоннель. Представители трех бриллиантов уверены, что внутри Airtrack больше напоминает минивэн, нежели кроссовер. Дескать, между рядами здесь столько места, что никаким другим SUV не снилось. Ну и, конечно, электромобильная компоновка помогла обеспечить ровный пол. Кстати, о компоновке. Единственный электромотор от дачи 184 силы вращает передние колеса. Расположенная под полом салона тяговая батарея емкостью 70 кВт-часов обеспечивает дальность хода более 500 км по китайскому циклу CLTC. Выпускать Mitsubishi Airtrack будут на мощностях компании GAC, при том исключительно для Китая. Старт продаж намечен на весну следующего года. Компания MMS Rus, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Беларуси, запустила совместный бесплатный сервис с Тинькофф Страхованием. В рамках проекта специалисты Тинькофф Страхования будут помогать автомобилистам, попавшим в ДТП, проколовшим колесо или столкнувшимся с другой неприятной ситуацией на дороге. Юридически и технически подготовленные специалисты, прошедшие курс по оказанию первой медицинской помощи, начнут ежедневно патрулировать наиболее проблемные участки московских дорог на пикапах Mitsubishi L200. Дежурить экипажи будут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сейчас в проекте задействовано 10 автомобилей Mitsubishi L200, а дальше планируется расширение программы на другие города России. Специалисты помощи на дорогах помогут во многих ситуациях с оформлением европротокола при ДТП, в случае прокола колеса, севшего аккумулятора и во многих других ситуациях, например, когда машина застряла в снегу.